МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но сначала была разносторонняя подготовка. Проводим техническую подготовку транспорта перед выездом. Чисто получается. Откручивание гаек переднего кардана чисто случайно выявлено. Вот с помощником мы тут подтягиваем. Приехали в гости к карбонщику, к Стасу, к гилбертнику. Поможет нам реализовать металлический ящик для вот этой головы. Потом голову вытащим, будем воду набирать и на машину поставить. Как душ бойлер. Начнем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы не замерзнуть, установил обогреватель салона, работающий на дизельном топливе. Готовлюсь заменить тормозную жидкость ДОТ-4. При попадании на кожу или слизистую оболочку, немедленно промойте водой и обратитесь к врачу. Что ты очкуешь? Ты же в химбате служил. Точно. Выпустили ролик и разместили его на Ютубе. Продолжение следует... Всем привет! Через 120 дней наш экипаж стартует из самой западной точки России, города Калининграда. Все уже знают, что водкомоторник Фикчерс готовится ехать на Памир снимать фильм о самостоятельном путешествии. Свой маршрут мы прокладывали по карте. Об этом узнала компания Навител и прислала нам автомобильный навигатор. По этому поводу у нас родились такие строки. В небе спутники летают и сигналы посылают, чтобы люди на земле не блуждали, как во тьме. Для приема есть прибор. Навител зовется он. Он сигналы принимает, карту нам отображает. Если надо вам куда, точку ставишь и айда. Проведет тебя всегда сквозь леса и города. Баба будет говорить, куда надо мной рулить. Через 10 поворот, а затем глубокий брод. Если вдруг уйдешь с пути, баба скажет. Стой, не бзди, заходи на разворот и обратный делай ход. По прибытии не забудь, пиво, баночку бухнуть. Напиваться нет ведь смысла. Мы же чай не за границей. Бородатая девица, как уснешь ты, не приснится. Навител свой вырубай и спокойно отдыхай. Всем доброго дня и отличного летнего настроения. Меня зовут Максим, я представляю компанию Терра-Дре. Расширяем границы вашего автомобиля. Делали флаг и задумались, а где лучше его разместить. В процессе общения с Валерием мы договорились, что помогаем ему с подготовкой к экспедиции. В свою очередь он со своим экипажем водружает наш флаг на помире. Поэтому наш флаг поедет в нашем автобоксе Терра-Драйв с комплектом сумок Терра-Драйв в город Калининград, где будет установлен на автомобиль Land Rover. Поэтому следите за нашими новостями. Всего вам доброго и отличного комфортного отдыха с автобоксами Терра-Драйв. До свидания. Спустя 10 дней после разговора с Максимом мы наконец сегодня получили долгожданный наш автобокс Терра-Драйв. И в процессе его распаковки у нас родились такие строки. Хотим проехать по Памиру, чтоб посмотреть на крышу мира. Туда нам ехать далеко, а шмотки прятать нелегко. Зашли с проблемой в интернет и вмиг нашли на все ответ. Расширить надо нам границы и барахло все уместится. Ты автобокс свой выбирай, поможет в этом Терра-Драйв. Пригласили в гости друзей. Сейчас истины снова для нас настает. Баткомоторники только вперед. Гэндровер в конюшне совсем застоялся. На подвиги с нами он снова собрался. Наш новый маршрут называют как бред. Но не желаем мы легких побед. Великим свершением в этом году испытывать будем мы нашу судьбу. Окажемся мы на вершине успеха. На крышу мира должны мы заехать. Туда не доехать, но это все бредни. Смеется лишь тот, кто смеется последним. И в этой борьбе нам поможет харизма. На ровере въедем на пик коммунизма. А там, где гэндровер у нас не пройдет, мы вызовем самый большой вертолет. И на машине впервые для мира окажемся мы на вершине Памира. Ну, ура! Смотри, покажи, покажи вот это. Автор. В данный момент происходит установка оборудования, что позволяет отслеживать автомобиль онлайн на сайт baltgps.ru Балт Автоматика едет с нами на Памир. Позавчера в 11 часов вечера мы выехали из Калининграда. За ночь удалось проехать Литву и въехать в Беларусь. За вчерашний день мы проехали Беларусь, остановились около города Гомель. За сегодняшний день мы въехали в Россию, находимся в Брянской области. Движим в направлении города Воронеж. Третий день нашего путешествия. До Саратова 400 километров. Плановая остановка на обед. Дорога дорогой, а обед по расчитанию. Мы недалеко от Саратова. Все поля из черной земли. Вот такая черная земля. Чернозем. У нас такая в магазинах продается. А тут бери бесплатно, сколько хочешь. Мы в Саратове. Погода отличная. Река Волга. Открыли купальный сезон. Попался придорожный колодец. 100 километров до казахской границы. Решили пополнить запасы воды. Позади 200-300 километров. Мы в Казахстане. С той стороны Россия. Мы едем туда. По степи. На улице плюс 34. Сильный ветер и пылища. Мы в Казахстане. На берегу соленого озера Шалкар. Переводится как блестящее, как снег озеро. Ученые утверждают, что это остатки Хвалынского моря, которое в настоящее время отступило к пределу Каспии. Длина озера составляет 18 километров. Ширина 14 километров. За портом 35 градусов. Вода в озере 25 градусов. На улице плюс 35. Вода плюс 25. Поплыли. Народа нет вообще. Юрты закрыты либо на висячий замок, либо дверь надежно приперта кирпичом. Все говорит о том, что сезон закрыт, хотя за бортом плюс 35 градусов. Видимо, Казахам уже холодно. А нам, прибывшим из региона, где купаться в море начинают при температуре плюс 15, так самый раз. Через 50 километров выезжаем на второстепенную дорогу, идущую параллельно основной, и движем в направлении населенного пункта Индерборгский. Иногда проглядывают остатки асфальта, но большей частью это грунтовка. Безликая степь слева и справа, отсутствие связи, ухабистость, и в дополнение ко всему жарища и пылища. Обедали в придорожном оазисе, в тени, обдуваемой легким ветерком. Лепота, хоть оставайся тут же на ночевку. Но нам надо двигать вперед. Сейчас едем по грунтовой прямой дороге от горизонта до горизонта. Скорость держим 50-70 километров. За нами пылища такая, что караул там. Так, коровы появились спереди. Сейчас она бросится. Нифига не боятся. Машин встретили за целый день только две штуки. За портом 32 градуса. Температура плюс 32. Мы находимся на берегу соляного озера Индер, расположенного в северной части Прикаспийской низменности. Диаметр озера около 10 километров. Озеро богато высококачественными солями. Толщина соляного покрова достигает 10-15 метров. А также целебные грязи. Еще сегодня к нашему экипажу присоединился один путешественник. Неизвестно, сколько он будет с нами находиться на маршруте. Это полевая мышь. И где-то в ящиках шурудит ночью нашими припасами. Не дает спать. Покрытие, сплошная соль. Босиком ходить невозможно. Кристаллы, кристаллы прямо прут из земли. Отковырять тоже невозможно. Надо лом. Воды на озере практически нет. Самая большая глубина вот такая вот. Так что поплавать и скупаться вряд ли получится. Периодически попадаются вот такие атоллы. Прошло 15 минут, мы проехали 5 километров от соленого озера Индер. Заехали на карьер, посмотрели, а тут такая вода голубая. Соленая, как рассол. А решили искупаться. Слушай, вода держит пипец. Вообще, утонуть невозможно в рассоле. Как первооткрыватели дали имя карьеру поплавок. Очень удобные оказались сумки для Копра от Терадрайв. Очень удобно рыться и искать барахло, которое не помнишь, в какой сумке положено. Правда, у Ольги все записано, но она записку найти свою не может. В каком-то пакете оно должно лежать. Подтяжку колес произвожу, на переднем колесе гайки ослаблены. Плановый технический осмотр. Вооружились инструментами, самыми необходимыми, которые привезли из дома. Надо проверить болты кардана, потому как дома они были ослаблены и были подтянуты, посажены на локтайт. Немного сбились с дороги, попали на очередной карьер. Вода тоже соленая, тоже поплавок номер два карьер называется. Купаться не будем уже сегодня. Едем дальше в пустыню. Едем по степи в Макат. Начали попадаться корабли пустыни. Приближаться не будем к ним. А то руку откусим. Запалились мы немножко. Вчера купили в местном магазине творога. Мы находимся около небольшого городка Макат. Вчера за целый день мы проехали 160 километров по степи. Когда останавливаешь, тебя накрывает столб пыли, аж темнеет на улице. Мы думали, хоть в такой обстановке третий член нашего экипажа решит сойти. Когда все летает, скочит, прыгает. Нет, он ехал с нами до упора. Что вы думаете? Мы начали искать воду, продукты, овощи. Нет. Мы начали искать, где купить мышеловку. Мы поймали в своей машине два мыша. Оказывается, у нас экипаж состоял из четырех путников. В результате количество едоков мы сократили ровно наполовину. У меня здесь небольшой организован предцентр. Ноутбук. Связь получаем посредством Wi-Fi. Раздает вот этот прибор. Navitel A735 оказался очень полезен в экспедиции. Мало того, что он нас ведет по Navitel'овским картам, он также ведет по растровым картам одновременно. Мы включили его как модем, город рядом, связь есть, все. Пишу отчет. Открыт сайт болтавтоматики. У нас же стоит GPS-трекер. И мы свою машиночку можем онлайн наблюдать при наличии связи. Вот она стоит, наш дефендрик стоит около Маката. Вчера вечером останавливались на парковку, было уже темно. Колесо наше прошло буквально в 10 сантиметрах от этого прибора. Могли бы два колеса только так продырявить. Вот тебе и ночная езда по степи. Асфальт неожиданно кончился после Мукура километров через 10. И пошло разбитое такое полотно. Когда дорога идет пылевая вдоль основной трассы, иногда выезжаем на остатки асфальта, едем очень медленно. Вот такие типичные обитатели. Побаиваются нас, видят чужеземцы. Дорогая, пыль, вот это пыль. Ага, понял, понял. Автобан там, да? Ага, давай. Спасибо, удачи. На обед у нас манты. Вчера в магазине местном купили и салат. Манты съели, сварили суп. За сегодняшний день по степи проехали только 138 километров. Мы едем в направлении Актологай. Видели очень много сусликов. Видели лесу, много баранов. Этих, как у вас? Верблюдов. Верблюдов. Остановились вот наверху. Какой-то шар непонятный встретили. Спустились вниз в расщелину, а здесь большой, огромный солончак. Соленое озеро, очень густая такая липкая вода у него. А берега, вот та сторона, вот эта сторона, все битум. То есть, видимо, нефть в Казахстане прет прямо из земли. Огромный подтек битума из земли, который сочится. И в некоторых местах птицы садятся, видимо, прилипают. Вот остатки большого орла, который прилип и не смог улететь. Вот такие дела тут творятся. Продолжение следует...